Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя и сегодня вопрос-ответ. Вопрос сегодня. Стоит ли начинать отношения с загаданным человеком? Давайте посмотрим. Это именно такой конкретный вопрос. Тут нету по разным форматам отношения. Тут именно стоит ли начинать отношения. Смотрите. Ситуация, которую я здесь вижу для тех, кто смотрит это видео на сегодняшний день. Это действительно ваш выбор, потому что тот человек, которого вы загадали, он еще в поиске. Он в поиске себя. Он в поиске идеального партнера. Давайте так. Видимо, те, кто именно будут смотреть это видео, вот для вас это будет актуально. Поэтому, если вы действительно хотите начать отношения с этим человеком или с этой девушкой, я бы вам посоветовала немножечко подождать. Не прямо сейчас. Просто понаблюдайте со стороны, как себя ведет этот человек. Чисто посмотрите, чем этот человек дышит. Имеется в виду, как он вообще, этот человек или женщина, или мужчина, относятся к отношениям. Каких отношений бы этот человек хотел или каких бы не хотел. Немножечко проведите расследование своего рода. Потому что то, что я вижу здесь, именно со стороны человека, которого вы загадали, немножечко вот он или она чуть-чуть ветреный. И сказать, что однозначно хочет или не хочет человек, которого вы загадали, отношений, я тут невозможно. Тут, знаете, как один день ему или ей хочется, на следующий день думает, а может и не надо. Вот. Поэтому я поэтому и говорю, что не спешите с головой в омут, как говорят, а просто понаблюдайте за человеком. И, кстати, еще такой момент я здесь вижу. Посмотрите внутрь себя, вот внутрь себя и подумайте, задайте вопрос своему подсознанию. А тот ли это человек, которого хочу именно я? Этот вопрос придет. Используйте технику стакан воды, которую я давала в одном из моих видео. Могу еще раз напомнить. Берете стакан воды, набираете простую воду, неважно, не газированную только. Какую хотите, но чтобы она не была газированная. Берете стаканчик, ну вот у меня стаканчик с солью, правда, но я его возьму. Кстати, хорошо энергетику очищает. Ставьте вот такие вот маленькие чашечки с солью по дому. Просто меняйте их каждый месяц, и вы увидите, как изменится энергетика в доме. Вы почувствуете. Так вот. Вы наливаете водички. Не наливайте очень много, чтобы там полный стакан. Берете двумя ручками, вот так. И немножечко подышите, чтобы чуть-чуть успокоиться, и чтобы остановить поток мыслей. А потом на воду наговорите ваш вопрос. Просто скажите ваш вопрос. Так можно и желание загадывать. Задали ваш вопрос, пару минуточек подержали. Потом половину воды выпили и оставили возле, это делается на ночь, и оставили воду возле кровати, у изголовья на ночной тумбочке. Вот. Я это оставляю на ночной тумбочке. У меня, кстати, действительно мой котенок один раз чуть-чуть попил оттуда. Вот. Ну ничего, вроде ответ дала. И на следующее утро встаете и допиваете воду, что есть, и себе сами говорите, это все, что мне нужно для решения моего вопроса, или для решения моей задачи, или для исполнения моего желания. И вы увидите, что будут знаки, которые вам покажут точно, что и как. Потому что здесь я вижу именно не совсем серьезность человека, которого вы загадали. Но это ничего не значит. Это значит, что на сегодняшний день, когда это происходит, он может, или она может быть не совсем готовы для начала именно серьезных отношений. Так что, все в ваших руках. И просто я дала вам советы, я вам, в принципе, дала путь, по которому можно действовать. Ну вот, еще один вопрос, еще один ответ. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, расклады, практики и советы. А с вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...